Здравствуйте! В эфире обзор новостей за неделю. В ближайшие несколько минут расскажем о наиболее интересных и заметных событиях. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развязка с Беляевской трассы на Загородное шоссе закрыта с сегодняшнего дня, и по 1 ноября пройдут ремонтные работы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Оренбургском областном суде началось заседание по громкому делу об убийстве валютчиков. Двойное преступление произошло в прошлом году. Тела двух оренбуржцев, которые занимались незаконным обменом валюты, нашли в лесополосе с разницей в несколько месяцев. Преступление обвиняет 27-летнего гражданина Казахстана Руслана Максатова. Руслана Максатова задержали спустя несколько месяцев после того, как двух валютчиков нашли мертвыми. Ему предъявлено обвинение по двум статьям – убийство и разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, гражданин Казахстана убил двух мужчин, которые занимались валютным бизнесом. У погибших было похищено 5 миллионов рублей. Сначала в январе 2015 года без вести пропал Рамиль Исмагилов. Спустя несколько дней тело мужчины нашли в лесополосе. Весной исчез еще один валютчик – Ибрагим Магдеев. Его также нашли мертвым. Руслана Максатова задержали в июне 2015 года при его попытке въехать в Оренбург. Фигурант уголовного дела грозит до 20 лет тюрьмы. Работодатели задолжали своим сотрудникам 52 миллиона рублей. Всего за время работы специалисты горячей линии приняли более 11 тысяч подобных обращений. Большинство звонивших – 75% – пожаловались на просрочку выплат сроком до полугода. 15% обратившихся зарплату задерживают на срок от 6 месяцев до 1 года. 10% звонивших рассказали, что заработанные деньги им не отдают уже более 12 месяцев. При этом, как пишет издание, каждому четвертому обратившемуся на горячую линию не выплатили менее 50 тысяч рублей. Каждому третьему – это 34% – задолжали от 50 до 100 тысяч. Почти такое же количество работников – 36% – ждут оплаты долга по зарплате с суммой от 100 тысяч до полумиллиона рублей, пишет издание. Незначительная доля – порядка 5% – пожаловались на невыплату свыше 500 тысяч рублей. Больше всего звонков приходило из Красноярского края Башкортостана, Иркутска, Ростовской областей и Москвы. В Оренбурге задолженность по зарплате за последний месяц тоже увеличилась на 2%. Такие данные Оренбургстата сообщили в областной трудовой инспекции. Так, на 1 августа этого года общая просроченная задолженность в нашем регионе составила почти 38 миллионов рублей. Это зарплаты 1063 работников, а в начале июля обратившихся в Оренбургскую трудинспекцию с такой проблемой было почти на 300 человек больше. Однако долгов перед сотрудниками у предприятий области было меньше на 700 тысяч рублей, почитали в государственной трудинспекции. Всего с начала года по вопросам оплаты труда в ведомство обратилось более 3700 работников. Это почти на 200 человек больше, чем за аналогичный период 2015 года. Близ села Краснохолм полицейские задержали полицейского. В багажнике машины блюстители порядка нашли незаконно добытую тушу косули. Ущерб охоты веда оценили в 60 тысяч рублей. Все подробности у Александра Жаркова. Предполагаемых браконьеров задержали совершенно случайно. В селе Троицкое пропала корова. И участковый останавливал автомобили, чтобы с понятыми оформить протокол. Из черного лифана вышел мужчина, у которого руки были в крови. При проверке багажника там была обнаружена туша косули. Откуда взялась дичь в багажнике, какое-то время никто объяснить не мог. Полицейский, который находился за рулем и которому принадлежит автомобиль, заявлял, что его просто попросили отвезти мясо. А комментирует на камеру что-либо, вообще неуполномочен. Мясо? Мясо чьё? Не знаю. В смысле не знаю? Микрофон уберите, я не имею права давать. А вы мне интервью даёте? Чё? Я туда знаю, чё это. Вы нам объясните, откуда и что это? Камеру уберут, тогда будем объяснять. Эксперты определили, что это самец косули и застрелили его четырьмя выстрелами. Лишь через некоторое время один из пассажиров начал говорить. Мне попросили донести мясо, я помог им донести мясо. Подождите, кто попросил? Кто стрелял. А кто стрелял? Тот в своей машине был? Нет. А? Нет. А где тот, кто стрелял? Ну, он рядом стоит, но тут нет. Рядом стоит здесь. Не я же. Тот, кто стрелял, рядом стоит? Да. Он тут в шортах? Да. Как его зовут? Иван Карташов. Тушу животного отвезли на экспертизу, чтобы подтвердить, что косулю на самом деле застрелили браконьеры. А полицейские вместе с задержанными отправились на место. После длительных поисков место обнаружили, где разделывали тушу. Как говорят лесничьи, браконьерство в Римбурже повсеместно. И нелегальные охотники прибегают к различным уловкам, чтобы добыть зверя. Или ружьё спрячут, сотовый телефон. И, например, выстрелят, выезжаешь, разведичь нахочешь, а браконьера нет. Как бы все созваниваются. Ага, прошла машина где-то там. Как-то придумывают они. Или сидит на кормушке, один где-то у него сидит, в сторонке следит. Чтобы это... Ну, как-то, ну, боремся, стараемся. Вот сегодня даже, видите, как... Сейчас по факту застреленной косуре ведётся разбирательство. Необходимо установить, кто именно из троих задержанных застрелил животное. Известно точно, что полицейский находился при исполнении. При нём имелось даже табельное оружие. Предварительный ущерб составляет 60 тысяч рублей. Александр Жарков, Никита Плотников, Орен ТВ. Встреча с животным обернулась трагедией. Двухлетнего ребёнка покусала бойцовская собака. Малыш с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу. Мальчику сделали операцию. Близкие пострадавшего ребёнка рассказали нашему корреспонденту подробности случившегося. Надежда Русяева пообщалась и с хозяйкой пса. Трагедия произошла в 12 часов дня в подъезде этого дома. Мама с мальчиком спускалась вниз по лестнице. Двухлетний малыш шёл рядом. Но внезапно открылась дверь в подъезд. И с бешеной скоростью в него залетела бойцовая собака, которая накинулась на ребёнка. Животное вцепилось в лицо малыша. Моя сестра спускалась по этой лестнице, держа вот так вот ребёнка. Он вот так вот лестнице шёл, считал. Открывается дверь, забегает собака, не раздумывая, кидается ему в щёку. Моя сестра, она говорит, я просто была в шоковом состоянии. Я начала его отдирать от этой собаки, выдирать из пасти. Собака растерзала часть лица. Окровавленный мальчик был в сознании и тихо стонал. На крики о помощи сбежались соседи. Последствия от нападения повергли в шок всех очевидцев. И пока не вызывали скорую помощь, мужчина, который выгуливал собаку, просто исчез. Она кричала, не как женщина, она кричала, зверь. Моя ручка плага, зверь. Круг двора гуляли, и вот этот шум ужасный произошёл. Ребёнка тоже отвёл в свою сторону. И вот начали вызывать скорую, полицию. Я увидела, там кашляет вместо вот этого. Сейчас у него губ нет. Ребёнка на скорой доставили в областную детскую больницу. Врачи в экстренном порядке сделали операцию. Сегодня мальчика из реанимации перевели в палату. Пока прогнозы медики никаких не делают. Он был в реанимации, его ночью оперировали, ему сделали всё необходимое. Сегодня его перевели в отделение. Он сейчас находится в чельсно-лицевом отделении. Самочувствие у него неплохое состояние. Соответственно, вообще понесенной травме. Домашнее животное уже несколько лет живёт в доме, где всё произошло. Причиной трагедии стал стафарширский терьер. В тот день, говорят очевидцы, у животного не было намордника. Если ты не знаешь элементарные правила, как надо выгуливать собаку свою, и что может произойти на улице, как в этой ситуации быть, что делать, зачем ты выходишь. Она выходила в наморднике, может, она сняла его в траве, там огралась или как-то, но не углетела. Говорю, не знаю даже, как получится. Мы сами здесь на нервах сидим, он плачет сидит. Мы предлагали помощь. Выяснением обстоятельств произошедшего сейчас занимается полиция. Но пострадавшему ребёнку понадобится много времени на восстановление и не один год на психологическую реабилитацию. Сломали всю жизнь ребёнку, будет уродом. Где сейчас находится собака, не знает даже сама хозяйка. Елена Волкова рассказала, что пса в тот же день увезли сотрудники полиции. Известно, что возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». А врачи детской больницы добавляют, это не единичный случай. Только с начала этого года на лечение в областную детскую больницу после укуса собак поступило 8 человек. Число пострадавших от домашних питомцев с каждым годом увеличивается. Возможно и потому, что многие разводят собак и при этом забывают о мерах безопасности. Сегодня утром произошло серьёзное ДТП на проспекте Гагарина. Водители и пассажира увезли в больницу. Пресетель порядка на дорогах решил проучить подростков, применив силу. Двое ребят получили ушибы и ссадины, а также сотрясение головного мозга. Один из них до сих пор находится в больнице. «Развязка с Беляевской трассы на Загородное шоссе закрыта с сегодняшнего дня, и по 1 ноября пройдут ремонтные работы». В результате жуткой аварии три человека пострадали. Сегодня на проспекте Гагарина в районе 1-й городской больницы столкнулись несколько автомобилей. ДТП парализовало движение городского транспорта. В утренние часы столкнулись три автомобиля. 14-й – Рено и Деонексия. Досталось больше всего отечественной легковушки. Как говорят очевидцы, водитель именно этого автомобиля – виновник ДТП. «Муж у меня ехал по крайней левой, в сторону, туда, Гагарина, 14-й, или как вот эта машина белая, она ехала по встречке, лоп-лоп вылетела. А эта машина уже, видимо, от удара что-либо, не знаю, по-моему». Травмы получили водители и пассажир. Троих человек доставили в больницу. «Состояние вашего круга?» «Ну, у него нормальное, просто может быть вдруг от удара, сотрясение, что-то там, как бы удар был. Так царапины ссади». Тройное ДТП парализовало движение на проспекте, поскольку автомобили перекрыли две полосы в направлении 23-го микрорайона. Пробка растянулась на несколько километров. Вместо пикета – рабочая встреча, вместо протеста – обсуждение. Сегодня утром на улице Советской собрались предприниматели Оренбурга. Как говорят коммерсанты, у них накопился ряд проблем, которые в том числе касаются новой рекламной концепции города. В их решении мог бы, но не помогает муниципалитет, говорят организаторы. Но если еще пару дней назад возмущению некоторых не было предела, и говорить о трудностях малого бизнеса его представители планировали на пикете, то буквально накануне гнев сменили на милость и скорректировали форму собрания. Вчера в прокуратуре состоялось заседание, на которое меня пригласили. И там администрация пошла на встречу, выслушала наши проблемы и наши претензии и предложила формат конструктивного решения данных проблем. Создаем рабочую группу, идем в администрацию, уже садимся за стол переговоров и пытаемся как-то это все решить законодательным путем. Вопросом о том, кто кого вынудил идти на компромисс, предприниматели городадминистрацию, согласившуюся в итоге поговорить, или городские власти коммерсантов, согласившихся по сути молчать, здесь не задаются. Хотя и о надеждах на быстрое решение проблем малого бизнеса тоже никто не заикается. Сегодня однозначно не будет решено, этот вопрос растянется года на полтора, это точно, однозначно. И рабочие группы, они создаются, 20, будем так говорить, чиновников и один предприниматель. Что такое рабочая группа? Все, что принимается для малого бизнеса, принимается вопреки малому бизнесу. И у нас есть лозунг, что без нас это не для нас. Законы и постановления, затрагивающие предпринимательскую деятельность на муниципальном уровне, должны обсуждаться с ее представителями еще до их принятия, а не после, как это делается сейчас. Это одно из главных требований коммерсантов. Для его удовлетворения сегодня на рабочей встрече в городской администрации было решено создать совет предпринимателей. Активисты созовут его уже 9 сентября, уточнила организатор сегодняшней встречи Анна Межова. Она также рассказала, что по вопросам рекламных конструкций, которые сегодня обсуждали в мэрии, их выслушали, решили в течение одного-двух дней созвать очередную рабочую группу. Сами коммерсанты изначально довольно резко высказывались в сторону городской администрации, планировали провести пикеты и теперь говорят, что лучше худой мир, чем хорошая война. Эта позиция вполне устраивает власть придержащих, тем более в предвыборный период. Для этого и дали столь формальное обещание пойти на диалог, считают эксперты. Спасибо. Уже мы много разговаривали с разного рода администрацией, с самых разных уровней. Результаты этого диалога, они как-нибудь видны, они как-нибудь сказались на предпринимателях, на их работе, на людях, им-то какая от этого получилась в пользу. Первая и самая основная версия пока что – брать людей с улиц перед выборами, снять этот вопрос. А после выборов либо рассосется, либо по-прежнему относится. Мало замечать их проблемы и гнуть свою линию. Я думаю, что проблемы предпринимателей у нас в Оренбурге могут решить только сами предприниматели, те, кто активно что-то делает, что-то предпринимает. Я не очень верю, что в данном формате администрация Оренбурга будет предпринимать какие-то кардинальные, такие радикальные шаги и открывать двери, зазывать предпринимателей, говорить, давайте мы поможем вам с размещением рекламы, с размещением вывесок. Хотя, возможно, нескольким предпринимателям, которые вместе с Анной пытаются решить эту проблему, возможно, им помогут. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конфликтной ситуации информацию подтверждают, но пока подробности не разглашают, пишет Орендей. Блюститель порядка на дорогах решил силой проучить двух подростков. Инцидент, который произошел 5 сентября, в поселке Пригородный решили придать огласке родителей школьников. Они считают, что дело могут, что называется, замять. Заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Оренбургской области Владимир Исмаков взмахом руки опрокинул на землю мотоциклиста. 13-летний водитель питбайка от удара землю получил сотрясение головного мозга. Друга, который всего лишь хотел помочь, Исмаков, по словам пострадавших, ударил в челюсть. Мальчик сейчас находится в больнице. Наталья Голикова встретилась с участниками и очевидцами этой истории. Все подробности смотрите далее в сюжете. 5 сентября школьники, как обычно, после занятий собрались на детской площадке. Она находится на окраине жилого комплекса Крона, вдалеке от домов лесопосадки. Кирилл Сопрыкин очевидец. Он вспоминает в деталях, что им в тот день пришлось пережить. Ваня приезжает обычно сюда на мотоцикле, потому что он, в принципе, далеко живет от нас. И к нам на площадку зашел мужчина. Я его уже давно знаю. Я знаю, что он работает в ГИБДД. И он начал звонить. Он проходил мимо мотоцикла. Я сразу понял, что он сейчас вызовет наряд ГИБДД. Я об этом сказал Ивану. Иван поехал домой. Он, получается, начал объезжать лесопосадку, чтобы поехать домой по полю, как он обычно и делает. В то время как Исмаков, он, получается, вот этот мужчина, начал по этой тропинке сюда подходить. Когда он вышел посередине дороги, Иван двигался к нему на встречу. Иван водитель питбайка испугался. В 13 лет еще нельзя управлять транспортным средством. Да и байк не предназначен для передвижения по улицам, а только для занятий по мотокроссу. Именно по этой причине он и пытался уехать. Но он никак не ожидал, что мужчина, который переградил ему дорогу, захочет таким способом его остановить. Когда сравнялся с ним, боковым зрением увидел, что он бежит на меня. Он меня сбил, мотоцикл оказался на мне. Когда друзья подбежали, друг наклонился к мотоциклу и хотел закрыть кранчик бензобака. Но он взял его за руку и локтем его ударил. Друг начал терять сознание. Сначала вроде нормально все, а потом вообще упал. Дети сразу позвонили родителям, вызвали полицию. Однако разбираться стали не с тем, кто применил силу, а с 13-летними мальчишками. Все внимание было приковано к нам. С него не брали ни объяснений никаких, ни вообще никаких обсуждений с его стороны не было. Только все с нами, вся работа проводилась. Остановивший подростка силы заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД Оренбургской области Владимир Исмаков. Вот он на фото. В тот день он был в штатском. За это лето уже много раз мне лично говорили, что достали эти мотоциклисты, что они шумят. Мы это к сведению приняли и, конечно, сейчас здесь гуляем. Потому что здесь, в принципе, никто не живет, именно здесь, в лесу. Сам же Владимир Исмаков озвучил тогда свою версию. Мол, Иван пытался его сбить, а Евгений просто упал. На что я ему пояснила, что ребенок, который занимается таким видом спорта и занимает призовые места, чем подтверждаются и дипломы, и медали. И не может просто в светлое время суток стоящего человека посреди дороги, пустой, безлюдный, сбить его. Это просто абсурдно. Я сейчас не хочу говорить про своего сына, какой он хороший или плохой. Он может быть самым хулиганистым мальчишкой, он может грубить, он может шуметь. Но поднимать руку на этого ребенка, тем более, сотрудник правоохранительных органов не имеет права. Родители обратились в Следственный комитет, написали в прокуратуру. Они боятся, что историю с самоуправством полицейского замнут. Сдаваться ненамерены и надеются довести дело до своего логического завершения. В пресс-службе УМВД области сообщили, что сейчас по факту проходит служебная проверка. Собранные материалы направят в прокуратуру. Мы будем следить за этой историей. Повернуть направо с Беляевского на загородное шоссе теперь нельзя. Из-за строительства дороги съезд на развязке рядом с поселком Ивановка будет закрыт на два месяца. Из-за строительства дороги обход Оренбурга на развязке начат ремонт съезда. С 8 сентября по 1 ноября съезд на загородное шоссе будет закрыт. Водители не смогут выехать, повернув направо. Им нужно будет проехать прямо и развернуться на перекрестке. Измененная схема движения предполагает собой движение транспорта прямо с разворотом на перекрестке на населенный пункт Пугачевский, либо с разворотом на кольце в городе Оренбурге. Сегодня оренбургские паралимпийцы Александр Неделько и Диас из Басаров на альтернативных играх в Подмосковном Новогорске завоевали пять медалей на двоих. Легкоатлетка Саша Неделько в прыжках в глину из Тафете завоевала одну золотую и две серебряных медали. На счету Диаса из Басарова в 100-метровке и прыжках в глину золото и серебро. По решению российского правительства золото альтернативных паралимпийских игр оценивается в 4 миллиона рублей, серебро в 2,5 и бронза в 1 миллион 700 тысяч рублей. Уголовное дело за неспортивное поведение. По неофициальным данным отношении сына министра спорта Оренбургской области Олега Пивунова возбудили уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителя власти. У Олега Пивунова, якобы находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с полицейским, который пытался усмирить мужчину. Все происходило в доме, где сын министр снимает квартиру об этом. Сегодня пишут уже несколько интернет-изданий. Из собственных источников нам стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Олега Пивунова. Правда, от официальных комментариев в ведомстве пока воздерживаются. Так же, как и сам участник конфликта. Мы связались с ним по телефону. Олег Олегович? Так точно. Добрый день, Александр Жарков, телекомпания ОЛИНТВ. Вы можете прокомментировать конфликт с полицейским? Не знаю. А уголовное дело в отношении вас возбудили по 318, правильно? Не знаю. А кто знает? Ну, я не знаю. Делайте запрос какой-то официальный, что там кого возбудили. На ваше имя? До свидания. До свидания. Известно, что дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителей власти не опасное для жизни». По всей видимости, сыну министра, который тоже занимает немалый пост, по этой статье грозит штраф до 200 тысяч рублей из правительной работы, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Немаленькое и белое. Оренбуржье занимает второе место в Приволжском федеральном округе по увеличению зарплат областных чиновников. Это данные Росстата. Доходы представителей исполнительной власти в Оренбургской области уступают лишь Самарской. Сейчас в Оренбургской области более 6 тысяч чиновников, занимающих должности в федеральных госорганах и органах исполнительной власти. И более 5 тысяч относятся к органам местного самоуправления. Среднемесячная зарплата оренбургских чиновников за первую половину 2016 года составила 29 283 рубля для представителей федеральных органов. Более 52 тысяч рублей для региональной исполнительной власти и практически 27,5 тысяч рублей для чиновников местного самоуправления. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы у первых двух категорий увеличились в среднем на 10%, в то время как у муниципальной администрации остались на том же уровне. Простые россияне тоже станут жить лучше, но ненамного. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства России об установлении величины прожиточного минимума. В среднем прибавка составит 180 рублей. По мнению автора крылатой фразы «Денег нет, но вы держитесь», чтобы прожить месяц работающему человеку, будь достаточной 10 722 рублей. Пенсионерам, по мнению российского правительства, хватит чуть более 8 тысяч. На ребенка в месяц приходится менее 10 тысяч рублей. Такими событиями нам запомнились минувшие 7 дней. О событиях недели наступающей будем рассказывать периодически и каждый день в наших новостях, а также подведем информационный итог за неделю. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова